Итак, Пресненский суд Москвы санкционировал арест бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказания Александра Реймера. Ему предъявлено обвинение в крупном мошенничестве при закупке электронных браслетов для заключенных. Браслеты Реймера обладали уникальными свойствами, главными из которых была их цена, способная мгновенно прирастать дополнительным нулем. Схему приращения изучил Александр Белимов. Именно на этом тонированном микроавтобусе к зданию Пресненского районного суда сегодня доставили бывшего главу ФСИН Александра Реймера. Под конвоем бастов спецназа ФСБ Реймера со служебного входа бегом сопроводили в здание. За решеткой экс-руководитель ФСИН закрывал лицо листком бумаги. Предположительно, его заезжали во время обеда в дорогом ресторане гостиницы «Украина». После этого доставили в следственный комитет, а уже оттуда конвоировали в суд. В суде Реймер сохранял молчание, а рассказать ему по версии следствия есть что. Фамилия Александра Реймера первая в списке лиц, которым сегодня СКР предъявил обвинение в мошенничестве. Следователи предъявили обвинение в мошенничестве бывшему директору ФСИН России Александру Реймеру, его бывшему заместителю Николаю Криволапову, а также директору Центра информационно-технического обеспечения и связи ФСИН Виктору Определенову и гендиректору коммерческой организации Николаю Мартынову. По версии следствия, еще в 2010-2012 годах обвиняемые мошенническим путем похитили около 3 миллиардов рублей, которые были выделены Федеральной службе исполнения наказаний из бюджета для обеспечения ведомства системами электронного контроля, или, проще говоря, электронными браслетами. Однако закупка этих систем была проведена по ценам, завышенным в несколько раз. Суть дела о махинации с госконтрактами на изготовлении и закупку электронных браслетов слежения для нужд в СИН. О скандале заговорили еще в начале 2013-го. Тогда выяснилось, что при госзакупках браслетов были допущены вопиющие нарушения закона. После очередной проверки стало ясно, электронные браслеты просто невозможно использовать. В них не хватало самого главного встроенного электронного микрочипа. При этом стоили, по сути, пустышки астрономических денег. Стационарное контрольное устройство стоимостью в 19 тысяч рублей закупалось за 108 тысяч. А такое же устройство мобильное вместо тех же 19 по цене 128 тысяч рублей. Поэтому, наверное, сегодня в пору говорить, что браслетики для домашних арестантов, которым, кстати, с сегодняшнего дня стал и один из обвиняемых криволапов, обошлись бюджеты государства дороже некоторых золотых украшений. Обеспечивать выполнение условий госконтракта на браслеты для ФСИН должен был Центр инженерно-технического обеспечения связи, руководил тогда которым один из фигурантов. Дело Виктора Определенков. Какая роль отводилась в этой мошеннической схеме самому Александру Реймеру, еще предстоит выяснить. Карьера Александра Реймера в системе исполнения наказаний была стремительной. До 2009 года он возглавлял ГУ МВД России по Самарской области, потом пошел на повышение сразу в кресло директора ФСИН. Но уже в 2012-м Реймер оказался в центре сразу нескольких громких скандалов. Вначале его обвинили в сексуальных домогательствах и прослушке телефона экс-секретарши. Затем заговорили, что подслушивал тогдашний директор ФСИН и своего первого зама Эдуарда Петрухина. Ну а после грянул скандал с электронными браслетами. Уволенный после череды этих неприятных историй Александр Реймер подался в бизнес. Вместе с бывшими коллегами учредил ЧОП под названием ФОР. По мнению ряда экспертов, роль деятельности вполне распространенной для силовика на пенсии, каким как раз и был Реймер. Связь личного бизнеса и государственной службы Александра Реймера следователи наверняка еще проверят. Избрать Реймеру Александру Александровичу обвиняемого в совершении преступления предусмотренного в течение 40-159 указов меру пресечения в виде заключения по сражу на срок 2 месяца, то есть до 31 мая 2015 года. Сам Александр Реймер свою вину не признал. На то, чтобы обжаловать арест у бывшего директора ФСИН есть две недели. Александр Биби, Алиса Смоленинова, Вести. Продолжение следует...